И мы сегодня с вами поговорим про профессии будущего. Я очень надеюсь, что я смогу вам показать и рассказать сегодня что-то интересное или как минимум что-то смешное. Или хотя бы рассказать вам про профессии, которые обычно не рассказывают в школах и в институтах, по крайней мере, мне о них никто не рассказывал. И поэтому я учился сначала на лингвиста, потом на программиста, потом на дизайнера в поисках той самой профессии, которую я на самом деле обрел не так давно. И нам все время с вами говорят про некие абстрактные профессии будущего. Нам все время с вами говорят, что вот-вот, ребят, и появятся какие-то сложно сочиненные профессии, которые даже непонятно чем занимаются. И вот мы с вами ждем, да, и такие, ну окей, ладно, но ждем будущее. Ждем, да, такое вот, оно идет, а что-то как-то не появляется у нас, вот эти сложно сочиненные все профессии. Мы еще ждем. Такие, окей, ну ладно, но время-то уже подходит. Нам уже с вами нужно поскупать в бус, нам надо с вами идти на какую-то работу. И уже, собственно, райодители нам говорят, ты вообще собираешься съезжать-то с квартиры? А тут уже и девушка, а потом девушка превращается в жену, и вдруг уже нужны дети. И ты такой, ну ладно, ну в турагентстве поработаю сейчас чуть-чуть, а потом разберемся. Или там, ну вот в офисе бумажки покрекладывают, ну все же перекладывают, и я переложу какую-нибудь. И вот мы с вами все ждем, эти профессии будущего, некого абстрактного будущего. И я понял, что если я сегодня буду вам рассказывать про вот эти вот профессии, о которых мы еще с вами ничего не знаем, но о которых мечтаем, то я снова вам построю некие воздушные облака. Поэтому сегодня я хочу вам рассказать про креативные профессии настоящего. Потому что сегодня то самое настоящее будущее, которое я искал в свои годы. А вы сейчас в нем находитесь. Поэтому мое настоящее, это возможно ваше будущее. А может быть и наоборот. Соответственно, то, о чем мы сегодня с вами поговорим, это о креативных компетенциях. Да, о тех самых креативных профессиях, которых почему-то в атласе профессий нету. Вот я был удивлен. Но тем не менее, в мире уже эти профессии давно есть. Они востребованы. И более того, специалисты в этих профессиях получают много денег. Что приятных. Соответственно, так называемая придумывательная профессия. Что это? Это на самом деле такая профессия, в которой ваша творческая жилка, это не нечто такое, знаете, по ходу пьесы. Не то, что там вы бухгалтер, и вы должны быть творческим бухгалтером. Или вы должны быть специалистом по IT, и даже быть творческим. А это такая профессия, в которой вы каждый день должны придумывать, придумывать и придумывать. И делать это классно. И до последнего времени, условно, в нашем с вами информационном поле, это была на самом деле мечта. Да, ну что это такое? Человек придумывает за деньги, еще живет этим, еще и наслаждается. И более того, да, мы с вами рассусоливая и уточняя эту гечту, как поколение, Y, как поколение, Z, начинаем для себя формулировать некие будущие принципы своей работы. Ведь мы же не просто с вами мечтатели, да? А мы с вами пойдем работать на творческую профессию. И у нас с вами будет 11 причин. Я сначала написал 10, потом понял, что есть еще одна. Вот, есть 11 причин, почему мы с вами мечтаем работать в креативных профессиях. Ну, во-первых, самореализовываться через свои идеи. Но это же просто супер. Ты что-то придумал, и ты не просто так живешь. Ты что-то сделал, ты что-то принес в этот мир. Пункт два. Ты воплощаешь свои идеи в реальные предметы. Что-то, что все трогают. Вот этот стол, вот этот экран, вот эта одежда, вот эта конференция. Все это некогда были идеи, которые кто-то взял и вам поплатил. И, соответственно, вы являетесь совладельцем своих разработок. Вы можете сказать, это мой стол. Или это моя конференция. Или это мой пол, мой материал, который я изобрел. Наконец, вы можете похвастаться своей маме. А это не так маловажно, я вам могу сказать. Сказать, ты знаешь, мам, вообще, это я изобрел вот этот автомобиль. Это отлично. Наконец, пункт номер пять, о котором я всегда мечтал. И я надеюсь, что и вы о нем мечтаете. Это идти на работу счастливым. Любой человек, который работает в придумывательной профессии, он счастлив идти работать. Он никогда не думает о том, чтобы 8 часов проработать до 6 вечера. О, боже, сейчас я поеду поиграю в боулинг. Вы работаете сколько угодно, потому что жизнь, это и есть ваша работа. Вам нравится придумывать. Пункт номер шесть. Вы кайфуете от озарения. Можно сказать, что любой специалист, который работает в коориативе, он своего рода зависим от творчества. Потому что вот это ощущение озарения, его ни с чем не спутаешь. И ты хочешь еще и еще и еще все время его испытывать от того, что ты придумываешь. Наконец, ты путешествуешь по миру. К кариативным специалистам никто как другой востребован абсолютно во всех странах. В самых разных компаниях, в самых разных кариативных агентствах. Ты общаешься, придумываешь с ними, делишься своим знанием. Ты получаешь награду, ты получаешь разные фестивальные бонусы. Ты выходишь на сцену, тебе даются дуэтки, каннские львы и так далее. Ты, наконец, зарабатываешь на ранее созданных людей. Ты можешь придумать какой-то стартап, который тебе будет потом приносить деньги. Ты просто много зарабатываешь в месяц, в конце концов. И, наконец, ты видишь свои идеи вокруг себя. Вот это те вещи, те поричины, по которым я шел в эту профессию. И по которым ко мне приходили троноустраиваться разные спецспециалисты. Они мечтают быть счастливыми в своей придумывательной работе. Соответственно, в классике есть, условно, 5 областей, в которых обычно эти придумывательные профессии жили. Это, конечно же, искусство. Кто-нибудь не мечтает, но это в образе художника по современному искусству, который что-то продал за 2 миллиона долларов и поехал отдыхать. Это реклама, откуда, собственно, я родом. Да, и это копирайтеры, креаторы, стратегии. Это бренд-брендинг, те, кто придумывает бренды и бренд-стратегии. Это пром-дизайн и это инженерия. Именно в этих профессиях работают те самые прекрасные личности, которые у нас обычно почему-то никак не регламентируются в образовании. Креативный директор, например. Креативный директор – это специалист, который организует творческий процесс, системный творческий процесс с помощью креативных методик. Средняя зарплата креативного директора от 150 тысяч рублей до полумиллиона. За рубежом на Западе креативный директор получает от 10 тысяч долларов до 40 тысяч долларов в месяц. Соответственно, специалист, который может в вашей компании организовать процесс регулярного придумывания чего угодно, это замечательный специалист, потому что он создает нам новые креативные концепции. Креаторы, копирайтеры – те, кто входят в команду креативного директора. Старотеги, те, кто занимаются исследованием, социологи, которые помогают креаторам с помощью человеческих инсайтов, мотивов, барьеров разрешать их потребности. Дизайнеры – в широком смысле этого слова. Не только дизайнеры, которые рисуют, но и дизайн этого мира, дизайн мышления. Естественно, изобретатели и предприниматели. Все это вроде как мы не воспринимаем, да, как профессии, но деньги-то платят. Тем не менее, за последние свои 10 лет работы в рекламном агентстве, я получал самые странные резюме. Те, кто как раз хочет творчески самореализовываться. Я вам специально сегодня хочу показать одно из таких резюме, чтобы вы поняли, что делать такие резюме и проявлять свое творчество – это не то же самое, что системный творческий процесс. Давайте его попробуем послушать. Вы слышите что-нибудь? Вы слышите что-нибудь? Вы слышите что-нибудь? Вот это глупость, понимаете почему? Потому что молодой человек мечтает работать в творческой профессии и воспринимает это как веселье, то есть я буду петь песенки, я буду что-то рисовать, я мечтаю быть творцом и так далее и так далее. И это не так, специалист, который разрабатывает новые креативные концепции должен обладать различными компетенциями, знаниями в методологии, которые вам действительно придется потом изучать самим, ведь нам их в школе обычно не рассказывают. И по сути тот вопрос, который стал возникать вообще в сфере профессиональной деятельности разных структур, это как и где нам нужно найти специалистов, которые этими методиками владеют. Ведь практически в любой сфере стали востребованы креативные директора. Ну, например, да, креативный директор клуба. Наверняка вы слышали, да, что есть такой человек, который придумывает всю концепцию клуба и туда все начинают приходить. Либо креативный директор игры. Те, кто смотрел список титров играм Fallout, GTA, TomPlanet, Division, могли заметить, что креативный директор это обычно специалист, который идет в начале всех титров, потому что это человек, который придумывает всю креативную концепцию игры. Большой, масштабной и классной. Креативный директор издательства, человек, который придумывает новые идеи изданий, новые идеи СМИ, новые концепции спецпроектов. Наконец, креативный директор образовательных программ. Во многих западных и институтах появляется такая специальность. Человек, который может придумывать новые образовательные модели, новые симуляции, новые бизнес-игры. И вот такую я даже встречал позицию. Во многих ювелирных и фэшн брендах сегодня появляется креативный директор, например, Духов. То есть специалист, который изобретает и придумывает концепцию новых запахов. Представляете, как необычно. И все это уважаемые специалисты, которые, собственно, должны это все придумывать. И встает закономерный вопрос, а как системно придумывать духи, образование или концепции, или игры. И для этого в мире появились разные креативные методологии. Это определенные методологии, которые позволяют вам регулярно устанавливать связь между некой реальностью идей, в которой, условно, все идеи уже есть. И вами, тем человеком, который эту идею, условно, может взять, описать и продать. Соответственно, как вы уже поняли, придумать, то можно все, что угодно. И мебель, и бизнес, и методологию, и автомобиль. И придумать, что придумать вам вообще необходимо. И, по сути, мы говорим о том, что мы утверждаем, что креативный процесс — это не просто хаос, это не просто вдохновение, а это осознанный творческий путь, по которому вы можете регулярно ходить. Это системное мышление. Как бы парадоксально это ни звучало. И это системное мышшемышление, оно наиболее развито в чьих трех методологиях, которые я вам рекомендую зафиксировать и обязательно посмотреть на последующие изучения. Это методология латерального мышшемышления, методология дизайн мышления, методология террориза — теории решения изобретательских задач, и методология коммуникационного мышления. Это четыре креативных методологии, которые обладают целым пулом различных методик, которые позволяют вам системно решать одни и те же разные креативные задачи. Так вот, завтра у нас в салоне образования входит еще подробный сравнительный анализ из этих четырех креативных методологий, потому что мы сейчас в игре очень много занимаемся анализом и синтезом различных креативных методологий под разные бизнесы. Но в двух словах я вам объясню, как они по-разному воспринимают категории реальности. В рамках всех этих методологий есть три условные группы методик, которые вам помогают анализировать и исследовать окружающую вас реальность, они помогают вам придумывать и генерировать новые идеи, и, естественно, они вам помогают оценивать и фильтровать те идеи, которые у вас получились. То есть этот трехшаговый алгоритм, он в разных интерпретациях, в разных декомпозициях присутствует в этих методологиях. Соответственно, если мы говорим про латеральное мышление, то эта система, которую разработана в середине 20 века Эдвард Дебона, которая говорит о том, что креативный процесс — это преодоление шаблонного мышления. И если вы посмотрите на все методики, которые есть в рамках латерального мышления, это обычно какая-то провокация. Например, как сделать так, чтобы вы не обжигались горячим чаем с помощью наушников. И вот такие системы провокативных бросов у Дебона зачастую в разных интерпретациях применяются, чтобы выстраивать веер этих самых концепций. Вторая методология, собственно, теория решения изобретательских задач, как вы уже поняли, была преднадумана в нашей стране в середине 20 века. И Тайориз — одна из мощнейших креативных культур в мире сегодня, которая обладает мощнейшим полом и мощнейшим методическим базом для того, чтобы вы могли разрешать противоречия. Потому что весь мир, он создан из этих противоречий различных систем, решения которых мы с вами находим. И Тайориз, например, условно поставил бы перед вами задачу. Чай холодный и горячий одновременно. Как вы это противоречие разрешите? Наконец-то и третья методология, в которой сегодня, опять же, задействован весь мир, которая к нам пришла из западной культуры, это методология дизайн-мышления. Это методология, которая родилась в промдизайне. И эта методология, она своего рода антиконтервиза, ведь она говорит, что мы с вами не теоретически придумываем систему, а мы берем и пробуем это на себе и исправляем. И снова пробуем, и снова исправляем. И креативный процесс – это постоянное создание нового опыта через сопереживание, через ампатию. И дизайн-мышления все время создает различные прототипы, симуляции их действий. То есть, если бы мы с вами решали проблему, как не обжигляться, как и расчищаем, нам необходимо было бы обжечь себя. Соответственно, четвертая методология, которая к нам с вами пришла из рекламы и из социологии, это так называемое коммуникационное мышление, где креативный процесс – это создание новой формы отношений. Идея – это не физический предмет, а идея – это отношения, которые вы выстраиваете между собой и объектом. Представьте, что вы чай придумываете не как напиток, а как живого человека, с которым у вас устанавливается контакт. Это способ, который идет через и онсайты, поиск потребностей, их реализации, приводит вас к так называемым большим идеям. И в миксе вот этих вот четырех методологий происходят самые удивительные вещи. Ведь это, по сути, разные методики, которые помогают вам решать самые разные задачи. И, по сути, за последние 5-9 лет началась миграция вот этих вот методологий и появление новых креативных компетенций. Но, например, как вам редактор, который придумывает идеи для издания с помощью коммуникационного мышления? Мы сейчас, например, работаем с издательским новым каналом «Наст», который издает Бог, Аллюр, Гламур, GQ. И все эти издания внедряют у себя креативные методики, чтобы придумывать спецпроекты, новые статьи в журналах, новые идеи самих изданий и новые стартапы внутри этих изданий. А как вам такая история? Гейм-дизайнер, который придумывает новые игровые механики с помощью терроризма. Абсолютно реальная вещь, которая сегодня происходит во многих компаниях, во многих компаниях игровой индустрии, как, например, в большой компании в Харькове, которая разрабатывает игры для социальных медиа. Или, например, ивент-менеджер, который придумывает мероприятие с помощью дизайн-мышления. Вот, например, вот эту конференцию мы могли бы с помощью дизайна-мышления полностью придумать и продумать, как, например, происходит во многих ивентах океанствах и коммуникационных океанствах о клаунах. Но и более того, более фундаментальные компании у себя на полных парах сегодня внедряют креативные компетенции, как, например, Сбербанк. Если вы слушали речи президента Сбербанка, то вы можете себе представлять, какие процессы сегодня происходят даже внутри таких больших гигантов. Ведь и им необходимы генеации, ведь и им необходимы изобретатели. И мы, как ИКРА, сегодня проводим программу двухлетних по обучению 22 тысяч человек в 100 городах страны по внедрению различных креативных методологий. И у меня есть для вас кейс, который вы можете прям посмотреть, чтобы вы поняли, как мы шаг за шагом хоть-хоть-хоть-хоть придумывать идеи новых финансовых мобильных приложений. Поехали! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, то есть это все реальное будущее сегодня, в котором вы системно придумываете идеи, запускаете их, реализуете. И они либо удовлетворяют человечеству потребность, либо нет. То, что я могу вам сегодня сказать на 100%, как человек, который последние 12 лет работает в этой сфере, это то, что компании хотят создавать очень много. А люди, собственно, хотят работать с создателями. Я вам сегодня приводил один из этих паричин, почему. То, что является интерфейсом между компаниями и создателями, это креативные алгоритмы. И методологии, которые помогут вам системно это делать, зарабатывать деньги и обрести любимую работу. Потому что, на мой взгляд, придумывать и создавать это самое главное, что мы с вами вообще в жизни можем делать. Это великолепно. Все. Спасибо, товарищи. Если у вас ко мне падают какие-либо вопросы, вы мне можете написать, написать в фейсбуке. Я вам всегда отвечу, подскажу и посоветую что-нибудь хорошее. Спасибо. Спасибо.